Если разрешить своему мобильному устройству доступ к фото и видео, можно моментально позволить мошенникам взломать телефон и получить всю личную информацию. Теперь об этом знают и ученики первой школы. Еще больше важных правил о поведении в сети интернет они узнали, сыграв в интеллектуальную игру, рассказывает Татьяна Коломеец. Что такое спам, контент, фейки, троллинг, объяснять современным школьникам не приходится. А вот чем может быть опасен интернет и почему нужно контролировать время на просторах всемирной паутины, доступно показывает интеллектуальная игра «Безопасный интернет». Автор уникального и интересного для школьников проекта – полуфиналист конкурса «Лидеры России» Иван Паймулин. Говорит, что параллельно работал над двумя социальными проектами, но приоритеты расставила сама жизнь. Я обратил внимание на то, какие сайты посещает мой ребенок, как проводит время в интернете. И задав ему несколько вопросов, понял, что тема важна и актуальна не только для него, но и для его сверстников. Ну и как следствие мы начали работать над проектом, мы подобрали команду специалистов, вместе с которыми оценили там масштабы проблемы, выбрали эффективные игровые форматы и проработали вопросы. В списке вопросов самые актуальные темы. Кибербуллинг и троллинг, надежный пароль, эмодзи. Участники в процессе викторины понимают, где могли раньше совершать интернет-ошибки и даже подвергали себя опасности стать жертвой мошенников. Разумеется, интернет – это важный источник информации, без которого в сравнении человек вряд ли сможет существовать. Но, как и у любого другого информационного ресурса, у него есть свои недостатки, например, отсутствие безопасности или даже угроза жизни. Опасность интернета в том, что он может давать какую-то информацию неблагоприятную, так скажем. Полезность его в том, что он дает информацию, которая нужна детям, связанную с историей, с предметами, он может помогать нам в какой-то степени. Мне все понравилось. Были довольно интересные конкурсы, вопросы. Мне кажется, что некоторые факты из истории, такие как, ну, то есть, кто создал шрифт, смайлики, это я запомню и буду использовать в жизни. Школьники запомнили правила безопасного поведения в интернете. Теория хорошо закрепляется, когда отрабатывается на практике, тем более в игровой форме. Ответы школьников оценивало жюри. Приглашенные эксперты отмечают, тематика викторины их самих заинтересовала не на шутку. Действительно, с помощью интернета может быть как и пользы, так и очень много минусов. То есть, это различные мошеннические все способы, да, а тем более детские умы. Чего говорить, тут даже взрослые попадаются на удочку мошенников, а тем более дети. Поэтому мы должны всячески вот эту вот идею безопасности рассказывать для школьников. Такие встречи со школьниками и студентами станут регулярными. Реализация проекта в Муравленко стало возможно благодаря тому, что на нашу идею откликнулись люди, которые также не безразличны за киберзапасностью. А в ближайшее время полуфиналист конкурса «Лидеры России» автор проекта Иван Паймулин презентует онлайн-платформу, посвященную безопасному поведению в сети. Татьяна Коломец, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Татьяна Коломец. Продолжение следует...